По три раза сделали, поменяли стороны. Потом, один в один, здесь не влияет защитник нападающий, мы играем, просто разбились на пары. Иногда они возвращаются, Евгений Бакланов, которому чуть меньше месяца назад указали на дверь, вновь выводит на лед свою команду. Сейчас он, как и прежде, второй тренер, тогда же вместе с ним в отставку был отправлен главный рулевой коллектив Андрей Соловьев. Это на экваторе чемпионата, когда красно-синие набрали приличный ход и взобрались на пятую строчку рейтинга. Теперь, похоже, все нужно будет начинать с нуля. Правда, скорее всего, уже поздно. У ребят какое настроение? Ну, я не знаю, какое-то, может, после поражения подавленное. Эмоциональный фон не на высоком уровне. Тандем Соловьев-Бакланов сменил тандем Климов-Обухов. Сразу же после этого Алтай покинул целый ряд ключевых игроков. Вместе с врачом хоккеисты написали заявление по собственному желанию. Как итог, это отразилось на качестве самой игры и, главное, на результате. С пятого места красно-синие рухнули на седьмое. Вдобавок к этому разгорелся скандал. Оказалось, у Александра Климова липовый диплом. Вновь отставка вторая по счету за один месяц. Поначалу все непонятно было, как, что, почему. Тренеров меняют, потом опять назад все возвращают. Поэтому удивление, мягко сказано, удивление было. Теперь новое назначение. На этот раз исполнять обязанности главного тренера доверят внимание директору клуба Дмитрию Чекалину, у которого, а, нет тренерской практики на таком уровне, б, масса организационных задач. Не пытайтесь, не ищите его взглядом. Сегодня утром на раскатке он отсутствовал. Причина совещания у министра спорта края. Такая практика в других командах региона, когда один человек заменяет сразу всех, обычное дело. Это скорее от безысходности. Точнее, от безденежья. До конца сезона мы постараемся довести вот именно в таком формате. Потом будет работа. Будем созваниваться из Федерации хоккея России и подключать высшую хоккейную лигу. Изыкивать возможность привлечения сюда специалиста хорошего уровня, чтобы он здесь постарался развивать и как команду, так и обратить внимание на детский хоккей. До завершения регулярного чемпионата осталось всего-то четыре игры. Затем Барнольцев ждет серия плей-офф. Наверняка достанется соперник из первой тройки. Шансов пройти дальше в такой ситуации мало, уверяют эксперты. На этом будет закончен сезон, после которого вернуться к вопросу о главном тренере. А ведь могли бы всерьез побороться за медали. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.